сегодня в программе правда 24 император не просто исполнитель роли императора в римской комедии но и император актерского мастерства виктор сухоруков приветствую ваше величество прошу спасибо дорогой какие комментарии а поводу подводки ну вот вы меня представили император а а ведь удивительное дело когда я начал репетировать роль императора домициана древнего рима сейчас в театре моссовета я еще иду по москве и думаю дожил сухоруков господи орех узуевский какой-то товар всегда эта песня кого-то первый император сухоруков это не убогие какие-то мысли и не кокетливые но действительно я когда вторгался в свою творческую жизнь мечтая стать актером ну думаю ну буду шмагой каким-нибудь там фомой опискиным каким-нибудь там остро характерным чертенком а тут у меня и павел первый и федор и аныч и генерал-майор и хрущев и сейчас уже дозрел до императора римской империи вот так вот друзья дорогие телезрители никогда не отчаивайтесь у каждого есть свой император лишь бы захотеть ну естественно поработать надо да а у нас есть на каждом выпуске своя кошка которую мы находим я увидел на отца моего похоже я выбрали рыжего красавец у вас кот или кошка никого никого нету как вообще вообще когда зачем обои менять не не некогда у меня вот есть даже цветы на окне и темпы и темпы ждут своего полива а вы хотите кошку кошка это не существо это член семьи член семьи кстати насчет членов семьи как допустим сестра и все все родные восприняли новый новый проект вообще советуете с родными когда принимаете то или иное решение соглашается на ту или иную роль или нет или я с ними делюсь я им рассказываю но советы не спрашиваю потому что они в этом ничего не понимаю первое и второе они гордятся мной как можно давать советы человеку которым они гордятся они просто вы гордятся восхищаются мной уважают меня особенно племянник иван вот и они меня любят вот боготворят чего им советуются 22 я их как зануда отдергаю 22 пойдут они не пойдут не приглашаю не приглашаю у меня есть маленький страх что я еще в этой истории не созрел для того чтобы меня сожрать и и критиками советую никому не советую хотя премьера билеты проданы это мы говорим про театр мосовета 22 ноября про римскую комедию история это уникальная в чем чем в чем уникальность дело в том что римской комедии в скобках дион пьесы написаны в 60-х годах во времена оттепели и с тех пор не думаю что она где-то когда-то ставилась и взята она в юбилей леонида зорина автор пьесы юбилей предстоит художественному руководителю театр мосовета павлу хомскому 90 же ему будет будет в январе будет юбилей тараторкину гергорьевичу а он главную роль роль диона да а я вот дамит сан шелками перед ним там верчу кручу так что уникальная история история очень современная история о власти история об окружении власти история о людях которые по-разному относятся к этой власти к переменчивости этой власти но кажется ой опять власть нет политики будет игра будет бурляск будет много яркого алиповатого пошлого даже у меня было ощущение после оформления бланком бланк борис бланк оформляет этот спектакль ощущение какого-то захламленного антикварного магазина для гулливеров вот костюмы вита севрякова в в борьбе с этой декорацией придумала свои костюмы так что это будет очень красиво мощно торжественно и немножко страшно наверное вот этот страх я буду возглавлять император дамит сан а кстати даже репетирую поворот головы у меня есть фраза пошел вон можно сказать пошел вон я делаю так пошел вон но хорошо вот приходит люди к сухорукова говорят вот есть такая роль такой сценарий сухоруков читает сценарий говорит нет не не мое это отказывается бывает же такое бывает бывает что сухоруков жалеет что отказался нет потому что это мое решение понятно и что а потом вы выясняете что фильм-то гениальный или постановка потрясающая сухорукова там нету ничего значит судьба я фатальный человек для меня судьба не радиации не эфемерные ощущения или чувства или слова для меня судьба тоже некая программа я в это верю она тоже управляем только я не хочу ее отпугивать от себя говорят что там все запрограммировано я на нее влияю я на нее не влияю но я ее слышу я и подчиняюсь я с ней саду содружествую с судьбой но если вы хотите соединить разговор моего сожаления и не сожаления по поводу моего решения прочитав сценарий например и проложить мостик к разговору о властителе о лидере который говорит я так решил есть властитель думающий а есть не думающий я очень нежно говорю есть рискованный а есть трус есть богомольный а есть агрессор атеист не верующий ни во что вот здесь надо искать какие-то черты но то что и в моем решении и в решении власть несущего человека все равно есть некий некий опор некий фундамент или старт от которого я отталкиваюсь и говорю да я так решил и за это надо отвечать как можно жалеть надо находить просто дальнейшее путешествие из этого решения они останавливаться не пугаться зачем бояться собственного решения надо уметь быть жертвенным рискованным отчаянным в концов но не терять голову все все любое решение простительно или любое решение славно буду об этом жалеть или не буду главное чтобы она принималась ясно и понятно они не должно быть авось особенно там где мое решение касается судеб людей там где может случиться разрушение или строительство обязательно в одиночку такие вещи не решается я я все равно говоря о независимости о свободолюбии о том что вот я со принадлежу сам себе нет я оглядываюсь с кем я вокруг кого живу что что меня окружает какой мир в каком мире я существую это очень важно вот сейчас иначе меня мир так отстегает часто играете персонажей героев которые действительно принимают судьбоносные решения люди от которых зависит там судьба целых наут император да там вся империя зависит от него народы а кто зависит от актера сухорукова кто коллектив зависит обязательно обязательно и коллектив руководство и бухгалтер все от меня зависит я дожил до такого состояния сегодня я принимаю решение и я это решение декларирую или заявляю могу и руководству могу и соседям знаете почему не потому что я такой гордый или зазнался или зазвездил нет просто я живу правильно у меня нет долгов за квартиру я езжу в транспорте не зайцем я выполняю свою роль в профессии честно вот было лето все ушли в отпуск а я ведь с ролью домициана ездил по городам и весям у меня очень такой период сезон был яркий трудный и у меня в ноябре 14 спектаклей в декабре 16 я не снимаю сейчас меня нет времени для этого потому что я на выпуске нового спектакля но помимо этого перед вами сидит человек который любит то чем он занимается и доигрался до того что в моем родном академическом театре моссовета сейчас это будет третье название царство цайсына с аншлагом р р р р р аншлаг с криком это пара раскольникова да играю пара филиппетровича великолепный кстати интерпретация юрий еремин поставил на бронной уже третий сезон играют артюфа мольера в театре вахтангова играю еврея автора розенталя и за своего еврея я уже получил приз кунстанеровича в декабре иду получать приз московского комсомольца я номинирован журналом театран вот у театрал какой праздник у меня впервые впервые сухоруков не жалуются на то что он не востребовала ваша песня я сейчас не востребована меня не приглашают влияет ли мои решения конечно влияет я сегодня диктую диктую как бы свою программу потому что я за нее буду отвечать и мы опять окольцовываемся к началу разговора возвращаемся я принял решение я за него в ответе но в ответе кромешно жертвенно то есть до низвержения какого-то вот вы у меня это медсан будет замечательно кто-то кто-то сомневался никто не сомневается что будет замечательный вы упомянули общественный транспорт всем известно ольга страумба играет рита шубина играет катя гусева ой актеры замечательные насчет газета газет журналов телевидения радио слушал а дурак хотелось поспокойнее сидеть посолить не получается никогда сухорукова не может быть посолить это будет как раз говорили о том что вы ездите на метро на общественном транспорте и ведущий и ведущий говорит но это как-то не почину и меня как-то это озадачило что значит почину не почину как то вот как как вы для себя это поняли я вот честно это сказал это сказал ваш собеседник в радиоэфире журналист мой коллега ну плохой коллега ну значит много себе думает ну вы же не вы не возразили а что возражать ну так он думает пусть ездит на мерседесе посмотрим кто быстрее доедет но на самом деле я так понял из контекста что он то вас метро видел что он тоже на метро ездит то есть он считает я до сих пор жива император император и никогда не опаздываю да вот кстати вы никогда не опаздывайте вот почта район а почему объясните мне нет а вот ведь не в этом дело вот у меня такое наблюдение что артисты реально заслужены не только потому что у них есть как у вас звание награды ну великие да актеры музыканты великие вообще вообще велики никогда не опаздывают а звезды так скажем ну вот ну среднего масштаба не будем никого по именам называть но тоже люди очень известны опаздывают всегда и на передачи не знаю как на репетиции но журналистам это я и дальше постараюсь не опаздывать чтобы вы считали меня великим а какая природа я великий сухоруков едет в метро ну вы же вы всегда таким были вы всегда не опаздывали нет конечно или нет или это 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 такое вот приобретено приобретено почему за счет чего опаздывал я же вам рассказывал что мне уже не хочется жена на эту тему говорит потому что я опять сейчас нырну во вторую свою жизнь где я себя собирал знаете как камни разбрасываются я собрал свои камушки и вот сейчас я этот мешок несу не курю не пью люблю профессию дисциплинирован аскетичен как вам сказать тренирую себя быть интересным людям нужным востребован а для этого надо быть все время каком-то тонусе я даже сердцу все время говорю не болей не болей стучи стучи в ритм чтобы все было замечательно но невозможно всегда вот быть вот 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 таким как вот вы не возможно до тех пор пока не привыкнешь а когда уже привыкнешь ты на это это уже не замечаешь но вы же не 24 часа в сутки на сцене потому что сейчас я тоже считаю что ну ну вы даете интервью да она как бы на сцене я спокоен могу высморкаться вот приезжаете там домой вы как-то вот выключаете вот вот это вот все свое или нет или вы постоянно вот конечно выключать а мне не хватит а интересно посмотреть бы вот на такого сухорукова у меня было сижу в кресле голый пью чай с пряниками с пирожными смотрю телевизор слушаю радио читаю книги насчет пирожных сложно поверить пошло очень хорошей форме у меня спектакли какие я же вам расскажу я на стуле не сижу понятно даже в доме цена репетирую бланк напридумывал там мавзолей лесенки так я по этим лесенкам бегаю как май плесецкая в молодости вы один там бегаете или все там бегают или или не все нет не все так и задумано так и задумано что чтобы вам все внимание бегающему нет я наоборот сейчас построил так роль с палом хомским чтобы внимание было истории а не сухорукова а вы же допустим про эту пьесу что-то знали до того как вам мы предложили или про этот период исторически я когда вы меня пригласили я говорю вам надо троторки на суда позвать самого хомского зорина эта пьеса в те годы она ставилась и в театре вахтангова мою роль играл плотников такой был гениальный да конечно и михаил ульянов играл как раз диона вот а в бдт у тавстаногова мою роль играл лебедев евгений а диона играл юрский сняли сняли тогда убрали быстро там очень короткое время они поиграли спектакль его закрыли и в данном случае биография очень скупая эта пьеса упала на полку и очень долго не просто я много тружусь вот я вам даже не сказал что есть у меня грандиозный спектакль старший сын всех приглашаю приходите по вампилову одно время так часто мне задавали ваш брат вопросы а вы не боитесь тени евгения лионова который снимался снялся в картине виталий мельников я где не боюсь я до я лучше его сыграю у вас совсем другой да он абсолютно другой такой возвышенный утонченный музыкант да 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 просто музыкант потому что когда мне говорят он пьяница там спившись да не могла жена бросить его оставить одного с детьми если он пьяница и не мог пьяница вырастить этих двух детей дочку и сына но не мог значит он был странный наверное немножечко какой-то такой не от мира сего может быть фантазер мечтатель чего стыдятся иногда дети почему я об этом вспомнил и здесь я не сижу на месте я все время в каком-то круговороте в сюжете я в какой-то экспрессии вот вы ли он упомянули об этом договорили по поводу пьесы так римской комедии вот эта пьеса он вдруг мне говорит хомский витя ну что ж ты ты везде работаешь а вот со мной не работаешь его давайте пьесу я знаю что это будет юбилей утра торкина давайте пьесу был бы материал и если бы мне предложил какой-то другой материал что бывало и отказывался а здесь я понял что я очень хорошо сыграю свою роль императора интерес а зорин ходит на репетиции был хотя бы на одной не на одной я бы его не пустил да да например потому что я ему фантики подарок сделаю ему понравится наш спектакль понравится вы в одной из бесед сказали что мы ему и анимировали его дитя конечно нет эксгумировали можно сказать знаете по-разному оценивают авторы как подходит к их продукту поэтому умница он примет вы сказали как то что иногда смотрите вы на спит на спит мы кричим руками маша а на что рыжий отец хорошая энергетика у вас он чувствует себя комфортно лежит себе лежит я ж кот по гороскопу ой простирать звук крыши я кот по гороскопу поэтому все время жили были два кота загадывайте желание все вопрос вы говорили что смотрите иногда не помню про фильмы это были по спектакле но исполнение роли думаете вот я бы сыграл лучше эту роль а бывает такое что на кого-то из коллег вы смотрите и понимаете что человек то что вы сыграли мог бы сделать лучше или нет а то что я сыграл да мог бы сделать лучше да возможно допустим маковецкий же хотел сыграть вашу роль в проуродов и людей и людей нет он сыграл свои не братья 2 а братья 2 это братья 2 один не против людей он сыграл себя вообще себя то есть старшего брата сыграть но ему лёша не дал как ты себе представляешь а он говорит сергей но пусть горит его там машина задавит или там зарежут его убьют а я как друг приду и скажу в даниле багрову это мол вот я друг твоего витьки туда-сюда и мы с ним вместе паре ох вы не можете простить маковецкого что сплавил с алкоголем в этой коробке из подпитера если бы я не простил я бы с ним не работал я же бы улыбнись господи с ним в партнерах не мы с ним вдвоем только он первый сезон все время ругался на меня критиковал меня сейчас второй сезон начали первые его слова были ну что ангел наш как дела нет ангивалент возьмите красавца он получил высшую оценку я считаю что все у него состоится сильный сильный партнер великолепный актер и конечно нет я не только не завидую или не представлю если я сыграл роль как вы говорите я ее отдам я даже сегодня вы не поверите даже когда меня пригласили на федора и анча я первый вопрос предложение первое предложение сделал руководству если кто из актеров захочет вместе со мной работать над этой ролью пусть будут и сегодня до митсан к сожалению я один но если бы кто-то был вы не поверить ой по секрету вам скажу хотя премьера через нескольшее время я уже ходил в реж управления и сказал назначьте другой состав я не против я за у нас помимо соперничество появится дискуссионность будет в одиночку в искусстве очень тяжело существовать мы такая есть игра в правду обычно на три вопроса гости отвечают сейчас у нас с хронометражом немножечко заболтали да поэтому только один будет вопрос значит как вы выберете фишку но вот да вот 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 вы аспаду что особенный все у вас не как у всех вот вот так давай давайте мы трактовку так значит вы выбираете на фишку определенного цвета взял так это показываете как у желтая и любую тогда желтую карточку выберите а вот любую желтую там там написан вопрос выгоняли ли вас когда-либо из клуба или ресторана никогда не ходил не в клубе рестораны а где ходил меня выгонять был не за что так здесь противоречия папа в показаниях либо никогда не хожу в клубе ходил в ресторан ходил вспомню меня не пускали в ресторан однажды поиск контроль стоянного в городе одесса была его свадьба много лет назад а мы его однокурсники андрюшка сашка и я приехали в одессу зайцами на самолете и пришли в этот ресторан европа и нас не пускали потому что мы были все а полупьяные и одеты по пляжному только он снял галстуки со своих гостей надел на нас галстуки и мы без штанов и галстуки зашли в ресторан и пили водку ели дунайскую селедку а вот выгонять никто никогда никуда не вы ниоткуда не выгонял только с работы отличная отличная история войдет в очередную книжку серии 24 правда про пойдут я разговаривал вот потому что наша предыдущая беседа в эту книжку вошла я вам ее дарю вы подарили нам свое время подарите нам свое примеру огромное спасибо значит 22 ноября театре муссовета вы увидите императора на сцене сегодня вот так сегодня вы увидели император на экране спасибо